Деньги на дожде 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 Давайте, собственно, посмотрим, что у нас происходило в этом году. А в этом году у нас происходила такая история, что в первом квартале утекло из России 21 почти с половиной миллиард долларов. Во втором квартале отток замедлился всего 9 миллиардов. И вот в третьем квартале снова утекло 18 миллиардов. Ну, собственно, почему это вообще говоря важно? Это вообще говоря важно, потому что Центральный банк прогнозировал, что всего из России в этом году сбежит 35 миллиардов. Однако уже по итогам этого третьего квартала этот показатель уже превзойден. Из России убежало больше 50 миллиардов и капитал продолжает утекать. Утекать довольно быстрыми, бодрыми темпами. Отток за сентябрь, кажется, сбежал 16 миллиардов. Собственно, вот много это вообще говоря или немало. Давайте посмотрим, как бежал капитал из России в последние годы. И, собственно, мы видим, что этот год, конечно, не рекордный. Минус 50 миллиардов за три квартала. Один из худших. Хуже было только в 2009 году, когда, собственно, в России в полный рост, что называется, бушевал кризис. То есть, собственно, с точки зрения оттока капитала, да, мы уже в таком кризисном состоянии. Ну и вот тоже очень интересная цифра. Это 2008 год. По итогам трех месяцев убежал, трех кварталов, пардон, убежал всего 3 миллиарда, что, собственно, не помешало в четвертом улететь из страны 130. Ну что ж, собственно, капитал бежит из России. И это всегда плохо для курса национальной валюты. Для курса рубля мы видим, что бегство капитала ускоряется. И, в принципе, капитал бежит уже такими темпами, как будто в России уже вовсю бушует кризис. Хотя мы знаем, что нефть стоит еще 100 долларов. И кризис может стать даже хуже, если нефть продолжит свое падение. И вот на этом фоне, чрезвычайно негативном, внезапно Минэкономразвитие радует чрезвычайно оптимистичным прогнозом по поводу курса рубля. Давайте посмотрим, что сегодня сказал замминистра экономического развития Андрей Клепович. Ага, он сказал, что курс... Значит, собственно, Андрей Клепович это чиновник Минэкономразвития, который время от времени радует нас прогнозами курса рубля. И вот в начале года, в апреле, он говорил о том, что к концу года курс рубля будет 24-25 рубль будет укрепляться. С текущего уровня в 28 с чем-то. Прямо на 10 процентов. Прошло 3 месяца, и Клепович корректирует свой прогноз. Давайте посмотрим, что, собственно, он говорил. Уже смотрим. Он говорил о том, что, собственно, курс рубля переоценен, завышен процентов на 10. С 30 рубль должен, наверное, упасть до 33. И вот, смотрите, снова, собственно, прошел новый прогноз от Клеповича. Ну, в принципе, четвертый менее, чем за полгода. Он состоит в том, что с текущих отметок в 30 почти 3 рубля рубль непременно до конца года укрепится до 30 рублей. Ну, вот так часто меняется мнение заместителя министра экономического развития, да, который предрекает то взлет, то падение рубля. Сейчас он говорит о том, что рубль должен укрепиться, хотя, казалось бы, вроде бы все говорит об обратном. Ну, а, собственно, можно ли верить Клеповичу? Мы поинтересовались у Антона Струченевского, экономиста компании «Трогий диалог». И вот, собственно, его мнение на этот счет. На мой взгляд, рубль сейчас явно недооценен. И девальвация, которая имела место, то есть, он, простит, что на 12% упал против бевалютной корзины за последние два месяца, она, скорее, имела не фундаментально обоснованные какие-то причины, да, я бы даже сказал, истерические. И, на мой взгляд, вполне может быть некий отскок обратно. Соку цены на нефть находятся на высоком уровне. Скорее, речь идет об укреплении рубля против бевалютной корзины. При этом, сам к себе доллар против евро, наверное, останется где-то в районе нынешних уровней до конца года. Это означает, что, в принципе, например, уровень 31 рубль за доллар, это выглядит вполне, ну, фундаментально обоснованным. Вот при том соотношении доллар-евро, который мы сейчас имеем. Итак, рынок, как ни странно, согласен с Клеповичем. Рубль должен укрепляться, несмотря на то, что, собственно, капитал бежит из России. Да, а что же с оттоком капитала? В целом, ситуация не выгодит какую-то катастрофу. Потому что вопрос возникает, хорошо, вы можете вывести деньги, а куда? Во что вы их уложите? Золото кусками покупать? Ну, просто вот это отсутствие альтернатив, оно на самом деле тормозит в итоге вывод капитала. Мне кажется, что основная волна вывода денег уже прошла, уже позади. Население вроде как сильно не включается пока что в эти все игры. Я бы сказал, что будет по-прежнему чистоту капитала из страны, но он будет меньше гораздо, я бы сказал, на уровне второго квартала. Ну что ж, вот, собственно, таково резюме. Как ни странно, несмотря на то, что капитал бежит из России, и это должно приводить, по идее, к дальнейшему ослаблению курса национальной валюты, и правительственные чиновники, и, собственно, рыночные аналитики полагают, что рубль-то напротив будет укрепляться. Если сейчас он стоит почти на уровне 33, то к концу года рубль должен укрепиться, а курс его должен съехать в район 30, 31 рубля за доллар. Ну, а, собственно, хорошие новости. Что же, и теперь от макроэкономических проблем перейдем к проблемам частных финансовых институтов. Чрезвычайно интересная сделка готовится на российском финансовом рынке, о чем нам, собственно, сегодня сообщает газета «Ведомости». Газета «Ведомости» сообщает о том, что банк «Возрождение» может сменить владельца. Банк «Возрождение», собственно, работает на рынке в больше 20 лет. Это бывший филиал одного из советских банков, собственно, который был преобразован в самостоятельный финансовый институт. И, что ж, соответственно, банком без смены владел Дмитрий Орлов. Председатель правления долгие годы. И вот, собственно, теперь, как сообщает «Ведомость», Орлов ведет переговоры о продаже банка. Кто же будет покупателем банка? Покупателем банка называют Владимира Игоревича Когана. Ну, собственно, человек, который долгий год занимал место номер один в рейтинге самых богатых российских чиновников. В этом году Коган подал в отставку с госслужбы. И, как сообщают «Ведомости», возвращается в банковский бизнес. И, собственно, что у нас ходит. Он покупает банк «Возрождение», ведутся переговоры, продает банк два чека, помимо Дмитрия Орлова, который был многолетним владельцем банка. Свой пакет также продает еще один очень интересный персонаж. Это Атара Маргани, которого называют внештатным советником вице-премьера Алексея Кудрина. И вот, собственно, казалось бы, очевидная интрига. После того, как Алексей Кудрин уходит с поста министра финансов, его советник уходит из бизнеса, то есть выходит в кэш, продавая банк. Но, на самом деле, возможно, ситуация как бы не так однозначна. И речь идет не о том, что, собственно, Коган отбирает банка у Маргани. Много говорили о том, что в последние, по крайней мере, месяцы дела у банка «Возрождения» идут не то, чтобы очень хорошо. Хорошо. Собственно говоря, в декабре прошлого года бродили слухи по рынку. Собственно, их обсуждали и в сети интернет о том, что банк «Возрождения» зашатался. Не так благополучно в нем обстоят дела. Банк, собственно, это опровергал. Но, тем не менее, слухи такие были. И надо сказать, что рынок верил в то, что дела у банка «Возрождения» идут не очень-то хорошо. Давайте, собственно, посмотрим на котировки акций. Смотрите, собственно, ну, окей, акции банка падали последние два месяца. Последние два месяца падали акции всех российских компаний. Но они, если мы посмотрим, падали и с начала года. И с начала года капитализация банка «Возрождения» упала более чем в два раза. И, собственно, даже в благополучный для фондового рынка период времени рынок-то, собственно, верил в то, что у «Возрождения» как раз дела идут как-то не очень хорошо. И теперь, собственно, банк меняет владельца. Ну, меняет, судя по всему, меняет владельца. Меняет он его, судя по всему, второй раз уже за последний год. Атар Моргани в 2010 году вошел в капитал банка. Собственно, занял позицию представителей Совета директоров. Теперь, как сообщает ведомость, Орлов и Моргани продают банк Когану. А Коган Моргани вообще не чужой человек, потому что Моргани в 90-х годах работал в структуре Когана в Петербургском промышленно-строительном банке. И, собственно говоря, только в 2001 году перестал, ну, собственно, перестал там работать. Ушел на работу в банк ВТБ в середине нулевых. Ну, вот такая интересная сделка с двумя интригами. С одной стороны, советник, бывший советник экс-министра финансов Алексея Кудрина продает свой банк. Ну, а с другой стороны, банк, в который не верит фондовый рынок, тоже меняет владельца. Что же, мы вернемся после короткой рекламы. Будем говорить... Обязательное страхование теперь вводят и для промышленных предприятий. Минфин, как сообщает коммерсант, утвердил тарифы на обязательное страхование особо опасных промышленных объектов. Собственно говоря, эти самые тарифы долгое время, в течение нескольких месяцев, были предметом разногласий между страховым лобби и российскими промышленниками. Российские промышленники утверждали, что тарифы, вообще говоря, ну, не то чтобы взяты с потолка, но типа того. Рассчитаны не вполне корректно и завышены в десятки раз. Собственно говоря, страховые компании придерживаются другого мнения. Какого именно, нам рассказала Ирина Алпатова, заместитель генерального директора Альфа-страхования. В любом случае, когда любое обязательное страхование вводится, там более жесткие правила для страховщиков. За малейшую провинность сразу нас наказывают, штрафуют, дают предписание. Мы можем лишиться лицензии. Добровольные, это каждый страховщик пишет те правила, которые, в общем, считает нужным, и по этим правилам играет. Если это единые для всех обязательные условия, то тут это большой плюс для страхователей. Если будет понятно, что тарифы очень высокие, например, то, конечно, они будут снижаться. Если будет видно, что картинка адекватная, значит, они не будут снижаться. Ну что ж, если тарифы были слишком высокими, они будут снижаться, обещают страховщики, но, собственно, мы все понимаем, что это неправда. Тариф по ОСАГО является завышенным с момента введения и до сегодняшнего дня он не был снижен ни разу ни в одном регионе, а было уже три раунда повышения этого тарифа. Ну, понятно, что так будет и с обязательным страхованием для промышленных предприятий. Тариф уже сейчас завышен, по мнению промышленников, ну и, собственно, снижаться он, вероятнее всего, не будет. Что, собственно, давайте послушаем, что думают об этом сами промышленники. Александр Мурочев, вице-президент РСПП, поделился своим мнением о перспективах введения этого вида страхования. Мы считаем, что это объемы завышены. Такого по жизни не происходит. Просто по огромным выплатам рабочая группа все равно будет продолжать работать с правительством. А сейчас мы будем выполнять уже утвержденный рынок и закон, без всякого сомнения утвержденный тариф. Ну, значит, можно так сказать, что мы недостаточно аргументировали свою позицию. Ну, что ж, промышленники надеются пересмотреть эти тарифы. Ну, это, конечно, будет очень хорошим прецедентом, если удастся пересмотреть в сторону понижения тарифа по одному виду обязательного страхования. Ну, что ж, гляди, и по ОСАГО они будут, наконец, понижены. Ну, а пока этого не произошло, давайте обсудим другие новости потребительского рынка. МТС есть хреб? Собственно говоря, компания МТС объявила о том, что в ближайшее время она запустит технологию мобильных платежей на основании так называемого Near Field Communications. Речь идет о том, чтобы без контактной платежи работать это будет так. Вы берете мобильный телефон, проводите около терминала по оплате. С вашего счета списываются какие-то деньги. Ну, вот это мы видим какие-то, так сказать, ролики, которые демонстрируют, как это работать должно по идее. Собственно, эта технология только в тестовом режиме запускает Google где-то в Калифорнии. И вот в таком же тестовом режиме она запустится в скором времени и в Москве на автозаправочных станциях. Например, в Перми, пардон, на автозаправочных станциях Лукойла их запустит МТС. В Эмпелком также ведет работу по запуску Near Field Communications в петербургском метро и тоже обещают запустить до конца года. Ну, собственно, здесь возникает такой интересный вопрос. Как говорят эксперты, не существует практически пока мобильных телефонов, которые поддерживают Near Field Communications. Их несколько десятков тысяч в России, что, конечно, очень мало для страны, где, собственно, каждый человек имеет мобильный телефон. Но вот интересно, что на это ответит в МТС. В рамках данного проекта мы работаем с Лукойл и услугами измерять термин. В РТС мы рассматриваем возможность решения этой технологии и на другие заправки, и на другие сферы услуг. Например, отмотка проезда. Мы выбрали регион в качестве тестового для отработки бизнес-процессов, механизма решения платежей и соинных отношений между у меня компанией. Иначе от этого может быть как встроенный телефон, так и быть вставленным вместе с сим-картом. Именно такое отношение предлагает МТС. Абонент может приобрести новый сим-картом, который будет вставить в телефон, сим-картом с поддержкой NFC-технологии. Что ж, ну вот такой ответ, собственно говоря. Технология NFC привязана не к телефону, а к чипу. Так что можно ожидать того, что по крайней мере в Перми, ну а вслед за этим, наверное, и в Москве появится технология бесконтактных мобильных платежей. Ну и, собственно, от хай-тека вернемся к таким традиционным ценностям. Да, битва за урожай в этом году завершилась убедительной победой Российской Федерации. Владимир Путин сегодня сообщил о том, что будет поставлено в 2011 году. Судя по всему, сразу два рекорда. Россия соберет рекордное количество сахарной свеклы и практически полностью обеспечит свои потребности в сахаре, собственно, сахаром своего производства. И будет собрано 95 миллионов тонн зерна. Это очень много. Это точно так же рекорд. И это для сравнения более чем в полтора раза больше, чем в прошлом году. И еще один рекорд уже ставится в эти месяцы. 10 миллионов тонн зерна уже экспортированы из России. Такими быстрыми темпами зерно из нашей страны на экспорт не вывозилось никогда. Собственно говоря, чего ждать от рекордного урожая? Ну и как-то, например, может сказаться на розничных ценах. В прошлом году, когда зерна собрали, о, и как-то Путин, слишком мало. Цены, собственно, в магазинах росли очень быстро. Ну а вот теперь, что будет с ценами? Собственно, об этом, обо всем рассказал нам Алексей Сизов, исполнительный директор аналитического центра СВКОН. Мы оцениваем экспорт в текущем сезоне. Ранее 22 миллионов тонн. Может быть, несколько выше, учитывая, что с начала сезона смог с рекордными темпами экспорта. Что касается цен, до недавнего времени они достаточно активно росли. В том числе, благодаря рекордному экспорту, если на питье это было примерно за 290 долларов за тонну, сейчас цены снизились до примерно 252 долларов за тонну. Учитывая непростую ситуацию на вершевых рынках, для внутренней нашей рынке это будет означать, что мы увидим снижение цен, достаточно выраженное на внутреннем рынке. Что ж, собственно, на внутреннем рынке это рекордный урожай будет означать, вероятно, стабилизацию цен. Что, собственно, мы видим в правительственных рапортах об инфляции. Третью неделю в России инфляция 0%. Такого нулевой инфляции в октябре не было вообще никогда в истории России. И с начала года инфляция составляет меньше 5%, 4,7%. Собственно, очевидно, что годовой план по инфляции в 7% будет выполнен. Тоже едва ли не впервые в истории России. И, скорее всего, даже перевыполнен. Цены в России будут расти достаточно низко, но инфляция будет невысока. И, безусловно, это во всех смыслах хорошая новость для всех нас. Но этой хорошей новостью мы завершим выпуск программы «Деньги на дожде». С вами был Иванов Игорь. До свидания. Пока. Деньги на дожде.